Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня великолепная колода, которая, пожалуй, может рассматриваться именно на таком фоне, цветущем, замечательном, летнем или весеннем, или уж раннеосеннем, кому как больше нравится это видеть. Колода замечательная, колода очень позитивная. Есть, правда, в этом позитиве определенный настораживающий факт, но об этом позже в течение обзора поговорим. Колоду подарила мне Анна. Это от нее один из подарков мне на день рождения. Вот видите, как день рождения уже прошел больше двух недель назад, ну, в районе двух недель. Когда вы будете смотреть это видео, наверное, уже в районе трех недель как. А подарки все еще адресата находят. И это очень приятно. Спасибо большое всем, кто поздравил, кто подарил, кто перечислял деньги. Это все замечательно, потому что вы давали мне возможность приобрести для себя то, что мне нравится, порадовать меня. А зачастую я себя радую вот так вот колодами. Немножечко колодный наркоман. Но я покупаю не просто все новинки, которые выходят от каких-то фирм, а я покупаю то, что именно мне нравится, то, что мне по душе и то, что я хотела бы видеть в своей коллекции. Поэтому сегодня, тем более, что коллекция у меня не просто лежит мертвым грузом, а это та коллекция, которую я использую в работе. Поэтому мне не все равно, что в этой коллекции находится. Не просто для галочки, как говорится. Итак, друзья, Тару Аниме. Ветер цвета Индиго называется она у нас. Сейчас посмотрю издательство. Аисты издательства. Кстати, у этого издательства бывают вельми неплохие колоды. Колоды случаются. Это с данным издательством. Они недорогие. То есть здесь вот, скажем так, это как довесок такой к основному подарку от Анны. Потому что там еще одна колода идет, и она с такой солидной достаточно стоимостью. Здесь мы с вами смотрим с разных сторон вот так коробочку. Ну, здесь все практически по классике. Очень яркие цвета, очень позитивные. Коробочка. Ну, я не распаковываю целлофана, потому что говорят, ну что вы, вот жметесь, целлофан, что ли жалко снять. А то нам вот там бликуют. Я стараюсь класть так, чтобы не бликовало. Но целлофан не снимаю, потому что все-таки при его наличии коробка сохраняет, скажем так, приличный вид гораздо дольше. А я стараюсь хранить именно карты в тех коробочках, в которых они и приходят. Хороший ровный срез. Вот он он, замечательный. Ну, естественно, при белом срезе это будет со временем пачкаться, но это нормально. Очень яркая, очень красивая рубашка. Рубашка односторонняя. То есть это нам как бы непрозрачно намекает, что вот так вот вы уже, ну, наверное, с какой-то долей труда будете это использовать. Потому что заранее будете видеть, как рубашка лежит, как вы ее вытаскиваете, эту карту. Есть люди, которые говорят о том, что, а мне все равно, я на перевернутых смотрю хоть какая рубашка. Некоторые при универсальных необоротных колодах смотрят это. А некоторые говорят просто, что я трактую на прямых, зачем мне вообще перевернутые арканы. Но я, пожалуй, приверженец последнего течения. Хотя есть колоды, на которых я все-таки трактую перевернутые карты. Мануал у нас идет в комплекте. Здесь коротенько по каждому аркану, без рисунков. То есть это действительно МБК, маленькая белая книжечка. Кстати, могу сказать так. Я до середины ее дочитала перед обзором. И могу сказать, что достаточно адекватные здесь трактовки идут. Достаточно адекватные, но поскольку это классика в определенной ее интерпретации, я буду просто говорить свое мнение по поводу того, как это все выглядит. Классический абсолютно шут. То есть мы видим и шута с радостной физиономией, который идет практически в пропасть. Но рядом с ним собачка, которая не выражает какого-то беспокойства. А тоже, знаете, такой же придурочный друг, который вместе с тобой на любую глупость идет. Это вот из этой области. Но позитива полно. Я думаю, что большое счастье, когда у каждого человека есть такой друг, который за тобой в вагоне в воду. Но, конечно, хотелось бы, чтобы крыша не уезжала и не прощалась с ним. Чтобы иногда друг друга подстраховывали от каких-то глупостей. Далее у нас маг. На маге тоже, смотрите, и жезлы, и мечи, и пентакли, и кубки. Все у нас здесь есть. Более того, деревянная палка, которая тоже, ну, может быть, как одна из интерпретаций. Жезла. А это не палка, это ствол розы, которые оплетают. Здесь вот у нас как будто бы рамочку, делая вокруг мага. Здесь мы видим скорее фокусника, чем мага. То есть это может говорить о наивности достаточно еще человека. Вообще колода такая полудетская. Вот то, что меня смущает, я вам сразу о ней скажу. Культуру внедряют иногда даже в достаточно еще неразвитые, умственно неокрепшие слои населения. То есть когда детям насаждается, вроде бы, видите, няшные такие рисунки. Но система Таро, это всегда система Таро. В любом случае, это в том числе и работы, хотя у него было свое Таро, то-то, работы Кроули. Это серьезный инструмент, в который я не сторонник допускать детей, особенно если нет руководства старших. Что это обозначает? Что я имею в виду? Если вы, допустим, занимаетесь Таро, вы практик, и вы ребенка, допустим, с малых лет учите, объясняете, помогаете ему общаться с силами, и ребенок в курсе, что можно, что нельзя, тогда это один вопрос, а совсем другой вопрос, когда вы работаете, например, неважно где, но не в системе Таро, вы можете быть бухгалтером, продавцом, бизнесменом и так далее, но вы не соприкасаетесь с этой культурой и с этим языком эзотерическим, то в этой ситуации вы даете ребенку возможность, конечно, как тому дураку шагнуть в пропасть, и не каждый из этой пропасти может выплыть, потому что Таро инструмент серьезный, и он может быть опасным, потому что ребенок, например, может начать связываться с сущностями, с силами, которые негативны, и может получить ай-яй-яй по попе достаточно сильно, поэтому здесь вот нужно очень внимательно к этому относиться, это я по поводу няшности, ну а мы дальше идем. Далее смотрите, какая шикарная здесь жрица, кстати, на кое-кого из моих знакомых как раз таки похожа, она очень симпатичная такая девушка, мы видим, что и книга знаний в ее руках, правда здесь не свиток, но нет вуали, однако мы видим христианскую символику здесь религиозную, гранаты хорошо, что есть полумесяц присутствуют все-таки, и это хорошо, но хотелось бы, конечно, вуаль, хотя колода, видите, такая детская, наверное, это все-таки бы усложняло восприятие такой мультяшности. Полная классика, и черная, и белая колонны здесь присутствуют, то есть даже придраться особо не к чему. Это я, когда вылезаю из-под кустов, у меня такое ощущение по выражению лица девочки, но не по остальным каким-то признакам. Императрица, я не могу сказать, что это в полной мере классика, потому что все-таки императрица у нас восседает на троне, имеет признаки беременности или недавних родов, как молодая мать или не молодая, но мать бы по Стаси матери выходить. Здесь же все-таки такая девчонка молодая достаточно, из-за лихватски настроенная, но у нее, смотрите, даже жезл в форме колоска пшеницы. Мы, по крайней мере, узнать можем красные оттенки, такие вот яблочные рисунки, знак Венеры, великолепная пшеница вокруг, все это мы видим. Далее у нас Император. Ну, Император тоже достаточно молодой, однако в доспехах знак Овна тоже присутствует здесь. Хотя я могу сразу сказать, что Император это не обязательно Овен. То есть здесь может быть история, когда вы именно спрашиваете про знак Зодиака человека и ложится карта Овен, Император, да, это может отвечать напрямую на этот вопрос. Но Император карта сама по себе, если она просто в раскладе не на знак Зодиака, а просто, сама что за человек, да, вот выпадает. Далеко не всегда это будет говорить, что человек Овен. Иерофант, смотрите, спят усталые игрушки. Тетя Таня иерофант. И мы видим Мишутку, Степашку здесь практически, ключи. Но шутки шутками, а это классика. Это очень узнаваемый аркан. Влюбленные у нас видоизменены. Здесь все одеты. То есть я могу, опять же, сделать вывод, что из-за вот такой прорисовки, здесь все-таки отсылочка, пасхалочка к тому идет, что детям рекомендуют эту колоду и достаточно молодой аудитории. Опять же, смотрите, здесь не классика. Здесь просто как весть о любви. Обмен информацией. Может быть, первое, да, какое-то чувство, которое в том числе к неприятностям может привести. Колесница, коты. Один ржет, другой абсолютно серьезен. По лего кубикам, да, дети в доме счастья, куда не сядешь в жопе кубик. Это вот та история, когда валяется лего, когда, тем не менее, все суетятся. Жезл в руках колесничего. Из картонной коробки создана вся эта такая вот колесница. Ну, мне нравится. Красиво, классная, позитивная сила. Тем более, что на классической колеснице тоже никто особо вперед не несется. Это просто символически изображено. Сила. Льва обнимает девчонка. Лев такой микролев немножечко. Но мне нравится, что здесь даже и лимниската у нас присутствует. Такая, как ушки бабочки всякие на ободочке. Отшельник. Классика. Мне нравится отшельник. Колесо фортуны тоже у нас. Вы видите, даже изображение здесь у нас. Справедливость. Ну, здесь мы видим то, что справедливость с открытыми глазами. На заднем фоне мы видим красный стяг. То есть, в принципе, агрессивная такая достаточно карта и яркая. И здесь у нас уже, заметьте, не розы, а гвоздики. Это говорит тоже о более жестком. Все-таки восприятие окружения. И сидит она на пенечке. То есть, здесь когда-то было дерево, его срубили. То есть, голову тоже могут по этой карте снести запросто. Повешенный. На лиане, видимо, катался или на качельках на каких-то. И вот падает ребенок в воду. Опять же, что здесь мы видим? Желтые цветочки вокруг. То есть, в принципе, вокруг позитив и все достаточно спокойно. В тревожных красных труселях. Единственное, что парень здесь. Но я могу сказать, что это не супер опасный повешенный у нас. Больше история, когда переволновался больше, чем потерял. Смерть прямо вот у нас тоже. Опять спят усталые игрушки и на коняшке-качалке. Заметьте, что солнышко ярко светит. Но мы видим, что все это декорации. Почему цветочки приклеены скотчем, а облачка висят на ниточках. А ну-ка, что нам пишут тут про смерть? Ну, потом посмотрим. Так, смерть. Ключи к аркану, обновление, окончание, утрата. Ну, смерть это не совсем окончание. Окончание это у нас другие карты. Это скорее процесс преобразования. Ну, если не о физической смерти вопрос. Что-то закончилось и больше не вернется. Аркан предвещает перемены. Ну, перемены, трансформации, да. Необходимо принять потери и помнить, что когда-то что-то заканчивается, открывается возможность для чего-то нового. Ну, в целом, можно воспринимать этот мануал. Вот видите, даже не возмущаюсь по поводу мануала. И не потому, что я сильно добрая сегодня. А просто потому, что действительно неплохая колода. И мануал действительно сделан хорошо. Смотрите, из подручных средств девочка себе костюм ангела создала. И здесь вот у нас и нашит треугольничек. И на лбу у нас ощущение, конечно, что это как у офтальмолога или у отоларинголога. Да, такая светилка. Во лбу. Но собрали, из чего было. И даже символизируя воду и водоем, нога стоит в тазике. Хотя создается ощущение сцены. По крайней мере, из-за смерти. Да, вот предыдущие. Здесь ощущение, да. Вот бывает, когда в жизни попадаешь в ощущение, что все какой-то сюрреализм. Что вообще ты смотришь какой-то сериал просто со стороны. Вот это, наверное, такие впечатления. Дьявол. Мы видим, что пацан сидит на табуретке. Себе приделал крылышки, голову козла. Вернее, такую маску козла скорее. И зажег факел такой в руке. Внизу девочка и мальчик, куколки с хвостиками такими. Мне нравится, кстати, Дьявол. Из области, что можно играть, играть и доиграться. Дьявол не столько про игру, а про то, что доиграешься. В итоге башня. Но здесь тоже мы видим, что все из лего. Что огонечки веселые скачут. Падает корона. И Иерафант, и Император летят с этой башни. Звезда. Девчонка пошла купаться. Но в такое уже вечернее, достаточно позднее время. Птичка летит рядом. Девочка в купальнике. Из чашечек, не из кувшинов, а из чашечек течет вода. Луна. Мне нравится. Здесь создан целый лего-город. Такое ощущение кукольное. И рак вылазит из тазика. Возможно, его принесли откуда-то. Почему он красный, а не зеленый еще? Потому что мы видим, что здесь и волк, и собака. И девочка будет, знаете, как раздутые страхи. Здесь все это предстает. Вроде бы даже успокаивающий немножечко аркан. Который говорит о том, что не переживай. Сейчас утром расцветет. И ты лучше увидишь то, чего ты испугался. Возможно, это просто кофта на стуле. Далее у нас солнце. Здесь по классике практически мне нравится. Суд. Здесь, видите, игрушки. Девочка дудит в трубу. А игрушки встречают ее поднятыми лапками. И всеми своими конечностями. Мир. Очень мне нравится мир. Действительно анимешный. Единственное, что как бы намекает нам. Северная Америка. Получается, Южная Америка здесь у нас. А здесь что-то типа цели. К чему бы это? И что там у нас находится? Вспоминаем. Туз кубков. Классика абсолютная. Только голубь уже сел на, получится, гладкой на сам кубок. А не летит вниз. Двойка кубков. Мне тоже нравится. Единственное, что здесь лев. Я не очень понимаю к чему. Но видно, что весело. По крайней мере, мальчику весело. А девочка как будто бы капризничает. Вот такое ощущение. Домик. Может быть еще детский и кукольный. Но может даже детская любовь иметь какое-то продолжение в дальнейшем. Тройка кубков. Красивая, классика мне нравится. Четверка. Здесь мы, кстати, не видим депрессию. Здесь мы видим задумчивость. То есть здесь может реально человек решать. Увлечься настолько решением какой-то проблемы или задачи. Например, ребенок делает уроки, какую-то там задачку решает. И забыл о том, что нужно собаку выгулять, печку выключить, что-то еще сделать. Вот такой момент. Пятерка кубков тоже мне очень понравилась. Настолько неприкрытое, естественное такое отчаяние нарисовано на лице мальчика. Тоже мы видим игрушечные домики. Два полных кубка. И, к сожалению, на скатерть или на коврик какой-то для пикника разлились три кубка. Шестерка. Красивая, классическая практически. Но здесь много движения для шестерки. Семерка кубков. Нарисуй себе свои желания такими, какими ты их хочешь видеть. Облачный замок. Вот он, замок, а в облаках витает человек. Восьмерка кубков. Девочка убегает из комнаты. Из детской, бросив игрушки. Девятка кубков здесь у нас. Ну, мне нравится. Это классика. Десятка кубков. Но, смотрите, вот десятка кубков. Вот так радугу закрыть, это шестерка кубков получается. То есть, ну, не совсем правильно нарисовано. Да, что значит не совсем? А совсем неправильно. Здесь взрослые должны присутствовать. И дети тоже. Паш кубков. Подвижный, активный, любопытный. Куда-то бежит. Ну, в принципе, поскольку колода, да, с уклоном в такое детство и няшность какую-то, ну, вполне может, да, птичка летит достаточно скоро над ним. Чайка. Рыцарь кубков прямо плавает, утопил себя в эмоциях. Ему классно. Мне нравится, смотрите, эти ушки. Астерикс и обеликс. Королева кубков здесь красивая. На ней симпатичное платье такое. В целом, мне нравится она. Король кубков. О, ну, это прям про королей кубков реально. На рыбке верхом. На возвышенности. Я весь такой на троне. И смотрите, даже на одежде водяные вот эти вот барашки тоже нарисованы. Жезлы. Ну, тут жезлов узнаваемый. Я не могу сказать, что это прям классика, но узнаваемый. Двойка жезлов. Ну, здесь, видите, даже мячик изображен в форме земного шара. И ребенок может смотреть на песочницу даже. Для него это свой какой-то мир тоже. Тройка жезлов. Кораблики плывут. Мальчик лопоухий стоит, держит здесь замечательные жезлы. Ну, все понятно. То есть мы видим, даже если закрыть, понятно, что это тройка жезлов. Четверка жезлов у нас тоже симпатичная. Здесь вот, знаете, как мы играли, мы играли. Наши пальчики устали. Ощущение, что две куклы сидят. А дети пока ушли по своим делам. Называется, отдыхайте игрушки, а мы на тихий час. Пятерка жезлов. Ну, в принципе, классика. Мы не видим тут агрессии вообще никакой. Шестерка жезлов. Мне прям понравилось. Здесь, несмотря на то, что, да, она не должна быть такой динамичной, но мне эта динамика энергетически заходит. Семерка жезлов. Восьмерка жезлов. Ну, хотелось бы какой-то большей скорости здесь. Рука совсем маленького ребенка. Кстати, может показывать достаточно быстрый рост кого-то из мелких. Девятка жезлов. Ну, практически классика. Десятка узнаваемая. Паш жезлов. Ну, тоже можно, в принципе, узнать. Саламандра есть даже. Ну, вот рыцарь жезлов, как всегда, прикольный парень. Я думаю, что натура рыцаря жезлов очень даже хорошо здесь воплощена. Королева жезлов. Серьезная дама. У нее, видите, кошечка какой-то. Леоперт на груди львы. Смотрят в разные стороны. Хотя обычно льва все-таки размещают больше на королей жезлов. И черный кот здесь рядышком. Или кошка. Король жезлов. Тоже львы располагаются. Красная одежда. Яркие тона. И саламандры. И живая. И символика саламандры нарисованная. И на троне, и на одежде. Туз мечей. Туз небольшой. Только сдвинь корону на бок, чтобы не висло на ушах. И здесь такая история, когда маленький достаточно такой меч. Ну и практически классика. То есть мы узнаем, что это. Но слегка со стебом как будто бы. Какой-то недотуз немножечко. Двойка мечей классика. Но я думаю, что мы будем вот такие короткие мечи сегодня и видеть. И это не атомы. Это как микромеч какой-то. Типа вот получается. Меча какого-то. Тройка мечей, четверка мечей. Смотрите, как будто бы все не по-настоящему. Как будто бы человек играет в то, что он болен, например. Опять же, это как когда играют дети в больницу, например, друг с другом. Тоже может отображаться. Пятерка мечей. Нехороший мальчик обидел других позитивных героев. То есть здесь по умолчанию считается, что это позитивный. Это не совсем товарищ, а это главная пострадавшая сторона. Шестерка мечей. Вполне себе карта симпатичная. Мы видим, что сгрузил с собой в коробочку все. И на маленьком плоту куда-то поплыл. Семерка мечей. Быстро стырил и ушел. Называется, нашел. Видит, что пока отвлеклись два человека, он, что ему нужно было, забрал. Восьмерка мечей. Девчонка сидит в камышах. Ноги ее толком и не связаны так. Все чисто символически веревочка. И она даже не хочет смотреть, куда ей выходить. Девятка мечей. Но тоже можно понять, что это такое. Единственное, мечи остриями вверх здесь нужно понимать. Ощущение тоже какой-то кукольности по десятке мечей. Красный плащ, который символизирует собой кровь. Какие-то страдания, утечку жизненных сил в том числе. Но при всем при этом мы видим, что маскирует, опять же, как символика крови без ее присутствия в кадре. Бабочки тут летают. Такой тоже, видите, это кукла, потому что пальчик пришит. Паш мечей. Ну вот это да. Это будущий рыцарь мечей, которому по кастрюле надавали. Периодически могут и надавать. Рыцарь мечей шикарно в сторону, в которую нужно едет. Забрала, упала. Великолепно. И птичка крепи привязана. Красивая очень королева мечей. Я не очень понимаю, почему она рыженькая. Потому что по классике она должна быть темненькая. Но с другой стороны, при современности нашей, такое обилие красок и такое количество людей, которые и мужчин, и женщин, которые красят волосы, что уже не поймешь, кто был какого цвета. Король мечей. Задумчивый. Взгляд куда-то устремлен вдаль. Но такой достаточно спокойный. Опять же, мы видим разворот влево. А он должен к нам прямо сидеть, по идее. Не знаю, почему так не нарисовали. Туз Пентакли понятен. Двойка Пентакли. Ну вот здесь нужно присмотреться. Либо прочитать, либо вот это все-таки увидеть. Какой-то мега спиннер здесь у нас висит. И ребенок в ванне, чтобы не утонул. Видите, на рукавничке такие. Тройка Пентакли. Мне нравится классика, работа. Но видите как? Опять же, работа руками, но в одиночестве. Это больше энергетический. Восьмерка Пентакли. Четверка Пентакли. Тоже классика. Пятерочка. Мы тоже видим сюжет, но не видим, чтобы были какие-то признаки нищеты большой. Скорее, как рождественская какая-то история здесь у нас. Холодная, морозная. И это не храм, а дом на заднем фоне. Шестерка Пентакли. Классика. Семерка Пентакли. Груша околачивать пришла, девочка ждет. Восьмерка Пентакли. Не путать с тройкой Пентакли в этой колоде у нас. Девятка. Смотрите, она ловит птичку, и птичка сама ей как будто бы в руки летит. Богатая одежда, красивое платье, виноград с поспевшим. Мне нравится. Десятка Пентакли. Рисунок мальчишки. Мама, папа, я. Сестра, счастливая семья. Паш Пентакли. Классика, в принципе. Рыцарь Пентакли. Мне нравится, что идет в нужном направлении. Все здесь ок. Королева Пентакли. Очень красивая тоже карта. Темноволосая симпатичная дама. Хотя Королевы Пентакли, они редко вот именно должны показываться с длинными прямо со всеми волосами. Кстати, вот кто внешность смотрит, по Королеве Пентакли очень часто не выпадают очень длинные волосы. Ну, естественно, исключение есть всегда. Король Пентакли, ну, он не похож на Короля Пентакли. Здесь слишком темная одежда. Надо было желто-зеленую какую-то все-таки ему надевать символом богатства. А здесь он какой-то серенький. То есть, если убрать вот этот Пентакль, больше на Короля Мечей по расцветке он похож. Вот такая, друзья, колода. Давайте попросим советы у колоды. Будет нынче три совета. Первый. Второй. Третий. Посмотрим, что нас советуют карты. Для тех, кто загадал первый вариант. Ох, ну, здесь смотрите. Во-первых, может быть, вам стоит обратить внимание на мужчину, знака воды или воздуха. Старше 39 и 40. Достаточно такого эмоционального товарища. И здесь, знаете как? Постарайтесь сдержаться от того, чтобы какое-то превосходство над ним показать. Потому что здесь реально вы можете затронуть его чувства. И здесь советуют несколько более сглаженно и несколько более ровно отнестись к тем, кто очень хочет, чтобы их похвалили. Старайтесь с этими людьми сейчас не продолжать разговор в формате, он там, ты представляешь, а я премию на работе получил. А вот так, ну, понятно, да я две премии за последний месяц получила. Что ты тут рассказываешь? Человеку будет больно, то есть у человека есть какая-то сейчас необходимость и, как нынче модно стало говорить, запрос на то, чтобы хвалили его. Поэтому постарайтесь соблюсти какие-то правила в отношении с ним и для себя, кстати, установите какие-то правила. Потому что я это не последняя буква в алфавите в плане ее важности. Но при всем при этом постоянно выпячивать свою я тоже не надо. Дайте волю эмоциям там, где это уместно. Вторая позиция. Ну, смотрите, здесь, может быть, придется обратить внимание на подростка до 14-18 лет, знака земли или огненного знака, активного, подвижного. Но, несмотря на свою активность, мы можем понимать, что человек не совсем здоровый. То есть у ребенка, у подростка могут быть проблемы со здоровьем какие-то. А так, у вас, возможно, давно просили либо какой-то расчет, либо какую-то информацию. Вы ее все никак не отправите. Сделайте эту работу уже и отправьте ее человеку. Или какую-то инфу просто дайте. Может быть, даже у вас просто знакомые спрашивали. Например, дай телефон у косметолога, стоматолога, пополога, кого-нибудь. А вы сказали, ага, и забыли, и не дали. Вот возьмите и дайте человеку то, что он просил. Потому что иначе потом и к вам может быть такое же наплевательское отношение. Не то чтобы наплевательское, а просто забывчивость. Такая же может посетить человека по поводу некой вашей просьбы. Поэтому, если что-то обещали, лучше сделайте. Потому что уже накопилось. Третья позиция. Ну, смотрите, работа и учеба наше все. Кому-то реально нужно готовиться сейчас в какой-то фазе учебы. Ну, у нас сейчас конец лета. Соответственно, может быть, человек будет готовиться к первому сентября, например. Если вы смотрите, например, в феврале или когда-то еще после выходных. Возможно, нужно было сделать что-то бумажное. И это было не сделано. Или сейчас там есть ошибка. И вы давно не заглядывали в эти документы. Загляните, переложите все. Посмотрите даты. Может быть, у вас подходят сроки чего-то. Отправьте сообщения. Читайте сообщения. Те, которые присылают вам. Потому что там может содержаться важная информация. В том числе финансового характера. И прочитать эту информацию в том числе будет в ваших интересах. Вот такая вот история. Такая вот колода. Расскажите, как вам. Ну, здесь, да, видите, колода сама по себе говорит о том, что для тех, кому нравятся яркие краски и для детей, собственно, она. Но меня немножко напрягает, честно говоря, повальная история. Я не про колоду, а про саму тенденцию повального вовлечения, в том числе детей. То есть со взрослыми. На взрослых уже заработали. На тех, которых привлекали. А сейчас у нас остался пласт еще подростков, детей, которые впечатлительные. Которые могут верить достаточно большому количеству всякой чуши. И которые могут уже выжать из родителей деньги на то, чтобы что-то за эти деньги получить. Поэтому и издатели, и школы Таро, которых как собак нерезанных, они могут действительно сейчас пытаться охватить еще ту аудиторию, которую они не охватили. А это более молодой возраст. Поэтому тут со своими детьми особенно будьте осторожнее. Всем, друзья, удачи и благополучия. До встречи. До свидания.